Друзья, всем привет! Привет! Вы уже знаете, что последние полгода я стараюсь держаться живого питания и вообще питаться правильно, и искал себе нового учителя, который сделал для меня новые инсайды, вернее, не инсайды, а на русский язык это слово прозрение. Давно хотел получить новое прозрение по питанию и с вами поделиться. И представляете, тут встретил Иисуса! Прости, что мы так называем, но прям только такие слова «Алеза, когда именно тебя видят». Самая главная его особенность в том, что… вот вы слышали, наверное, то, что люди, бывает так, что не кушают там месяц, два, день, неделю, ну всевозможное времени, а вы как-то видите людей, которые кушают, но не пьют воду. Вот один из них, он уже полтора года не пьет воду. Расскажи, поделись своим опытом, как ты к этому пришел и для чего ты это начал? И что ты от этого получил? Вообще насчет воды есть особое мнение. Вода должна быть близка к нашей крови, по химическому составу, по энергетическому составу, то есть, оксилительный восстановительный потенциал. И если мы пьем обычную воду из открытых источников, или просто бутилированную, то эта вода, она не насыщает нас, она отнимает наши силы. Наш организм тратит силы, чтобы перевести эту воду в клеточную воду, чтобы она стала частью нашей крови. Воду достаточно легко изменять, можно менять ее характеристики, их достаточно много. Это и структура, и PH, и минерализация, и ОВП, много характеристик. Но в поездках это не очень удобно, то есть, есть, например, коралловый кальций, который хорошо меняет эти характеристики. Но желательно это делать приборами, тогда вода будет прям вообще живой. И в поездках это просто, ну, тратится на это время. И мой выбор – это пить живое из растений. Например, кокосовую воду, сок овощей, или просто кушать сочные фрукты, они прекрасно насыщают тело водой, поэтому необходимости в воде просто нет. Вода – это, конечно, очень важная составляющая, и здесь есть другой нюанс, конечно. Вода нужна, и нужна она, если мы питаемся традиционно, если мы кушаем какую-то вареную пищу, если мы активно двигаемся и работаем. Мне не нужна вода, потому что я питаюсь основными фруктами и иногда только овощами, то есть это сыроедение и фрукторианство. Именно в этом ключе можно воду не пить. Но всем остальным я воду рекомендую пить. Но рекомендую воду пить осознанно, пить качественную воду с правильными характеристиками. Тогда она будет приносить энергию и будет добавлять вам жизненных сил. Сегодня хотелось бы поговорить о балансе в нашем теле. Это и баланс питания, баланс физической активности. Это баланс всех наших внутренних процессов, и это достаточно важно. Очень много факторов, которые на это влияют. И сейчас хотелось бы поговорить более детально об этих процессах. Так скажи, пожалуйста, с чего же нам стоит начать, чтобы встать на тот путь, чтобы не вредить своему организму, а только помогать? Ну, как я уже упомянул, есть всего две вещи, которые мы можем делать для нашего тела. Не мешать и помогать. Так вот, чем же мы мешаем нашему телу? Прежде всего, мы мешаем питанием. Питание у нас очень часто избыточно дефицитное даже. То есть, мы кушаем слишком много. Мы кушаем несбалансированную пищу, где есть слишком много одних компонентов. Например, чрезмерное количество белой муки. То есть, мы очень много кушаем вкусных продуктов, или высококрахмалистых. И там дефицит микроэлементов, каких-то полезных веществ. То есть, мы себя перегружаем и не даем каких-то минералов для нейтрализации этих, ну, свободных радикалов или каких-то прочих веществ, которые требуют выведения. То есть, первое, чем мы мешаем, это пища, конечно же. И это другие факторы, такие как чрезмерная физическая нагрузка, это отказ во сне. То есть, когда мы хотим тусить, хотим где-то гулять, наслаждаться жизнью, веселиться. Но, при том, мы забываем про свое тело, которое нуждается в покое, отдыхе, в расслаблении и восстановлении. Также химические факторы. Потому что мы все стоим в бровках, дышим этими наклопными газами, мы сидим за компьютером целыми днями. То есть, это постоянное электромагнитное излучение. Это тоже огромная нагрузка на наше тело. И таких факторов очень много. То есть, это какие-то, может быть, стрессы, не знаю, какие-то там проблемы на работе, какая-то, не знаю, обида или ссоры с родственниками. Это тоже все влияет. И все это тоже вводит наше тело в дисбаланс. И что же нам может помогать? А помогает нам все то, что мы считаем правильным. Это и здоровое питание, и правильные физические нагрузки, которые нам в радость, когда мы тянем свое тело, когда мы тренируем свои мышцы, когда мы прокачиваем кровь и лимфу. И это помогает нам ощущаться, восстанавливаться. Это когда мы получаем радость и эмоции от жизни, когда мы чем-то заинтересованы, когда мы едем в какие-то интересные места и получаем эти яркие краски, наслаждение жизнью, удовольствие, эмоции. Все это нам помогает. И основная часть – это опять-таки тоже питание, потому что у всех есть дефицит микроэлементов, каких-то витаминов. И балансируя и выравнивая питание, и добавляя к этому физические нагрузки и другие факторы, такие как стимуляция, например, любая растяжка йога – это тоже стимуляция. Если мы ходим в баню и много потеем, это значит, мы тоже чистим через кожу себя, все свои внутренние органы, все это выходит, все лишнее. Вот это основные факторы. И занимаясь этим, в сумме это дает очень хороший результат по здоровью, по энергетике, по настроению и, как следствие, просто по бодрости, активности и жизнерадостности. А вот программа питания, она может быть едина для всех, либо она отличается сильно от геолокации, от погодных условий? В целом все очень похоже. И действительно можно сделать некую универсальную систему, но просто с некоторыми нюансами. То есть будут отличаться сезонные фрукты. Где-то растет одно, где-то другое. Но в целом, где бы мы ни находились, даже в условиях севера или крупных городов, везде огромное количество фруктов. Хоть они и привозны, но все равно они свежие, они высокого качества. Если поискать и позаниматься этим, то можно находить очень качественное питание, которое будет полноценным и которое будет только помадой. А вот скажи, есть еще такой миф по поводу фруктов, овощей. Если выращено в теплице, а не на солнечном свете, то у вас совсем другой эффект от них. Это правда? Есть в этом смысл? Лично для меня, да. Именно поэтому я стараюсь чаще бывать в тех местах, где много солнышка, где все это растет в естественном виде, без каких-либо теплиц. Тогда фрукты и более вкусные, и более сладкие, и более свежие. Они больше созревшие в естественных условиях. То есть они больше набрали всех полезных веществ из земли. И, конечно же, энергия солнца тоже попадает в плоды. И получается, что любой плод – это концентрат всех энергий. Энергии земли, энергии солнца, в том числе, это важный компонент. А когда что-то выращивается в теплицах, у них есть полезные вещества. Их тоже достаточно много. То есть если выбирать между не есть ничего и есть тепличные, то, конечно, лучше тепличные. Но есть просто более высокий уровень потенциала растений. Поэтому лучше, конечно, кушать то, что прям заряжено солнечной энергией тоже. Подскажи, пожалуйста, следующее. Я когда утром встаю, в первую очередь я выпиваю стакан воды. И потом я здесь стараюсь есть только фрукты. На обед также фрукты, либо вообще могу поесть. И вот только во время ужина могу позволить себе съесть что-то тяжелое. То есть мясо я уже полгода не ем. Бывает ем рыб, бывает яйца ем. Но могу только вечно себе позволить. Вот такой системой питания. Но она правильная, либо для каждого своя вообще? Вообще понятие «правильное» и «неправильное» это все очень условное и относительное. Для меня уже стерлись границы между черным и белым, плохим, хорошим. Для меня есть только понятие, подходящее мне или конкретному человеку в конкретный текущий момент. В зависимости от условий и его желаний. Здесь вопрос твоих целей. Что ты хочешь достичь этим питанием? Если у тебя высокий уровень энергии, если у тебя хорошее настроение и тебя все устраивает, то конечно это правильное питание. Но здесь есть варианты, как можно его еще больше улучшить ради достижения определенных результатов. Это может быть, не знаю, интересно для спортсменов, которые хотят, например, увеличить свою выносливость, тогда можно менять. Но если мы просто живем, трудимся, наслаждаемся жизнью, получаем какие-то эмоции, то есть просто живем, взаимодействуем, то я-то считаю, что это оптимально. Да. На самом деле у меня цель одна. Я еще в эфире этого не говорил, знаю только все мои друзья. У меня цель прожить как можно дольше. Желательно лет 300-500. И, как я почитал историю, таких вариантов очень много в истории было. Очень много и в России. Там у Петра I были указы, что умер тридцать всех 300-летних старцев, когда он с Европой пришел. В Эрмитаже там приказывает жат. И в восточной мифологии, не мифологии, в восточных лет веседней, как я не знаю, как это называется, там тоже был человек, который прожил 276 лет, его 3 или 4 императора построил 150-200-250 лет. И таких случаев очень много. Поэтому я все питание строю так, чтобы свои процессы как-то немножко приостановить и все-таки выйти за пределы как минимум 100, а лучше 200-300. Вообще это возможно и невозможно. Ты слышал про таких людей? Да, есть много научных доказательств этому. Есть набробия, где там даты рождения и смерти. Они тоже сейчас живут. Ты слышал про них? Нет. Не слышал. И не видел. А я знаю одного старца, дядя Федор зовут, в Крыме живет. И когда мы с ним по горам в ретрите были, я спрашиваю, дядь Федор, вот все хочу найти 300-летнего старца. Скажи, где мне его искать? В Алтае, в Тибете. Направь меня. На что он ставит рюкзак и говорит, ну какой у тебя вопрос? Задавай. Он перед тобой. И на самом деле, ну дядя Федор да уверен, что ему больше 300 лет. Но мне он, кстати, дал одну интересную мысль. Когда я сказал, что я предполагаю, что для долголетия есть несколько факторов. Это питание, вода, воздух, каким мы дышим и, возможно, нервы. Если все это сбалансировать правильно, то можно выйти за предел 100-200 лет. На что он мне сказал следующую умную мысль. Это все верно, ты правильно считаешь, только это не фундамент, а это уже первый этаж для такой цели. Фундамент находится у нас в голове. Пока мы уверены, что мы живем 70-100 лет, мы столько жить и будем. Как только мы здесь с этим проработаем, тогда уже можно строить первый этаж и все остальное делать. Здесь я тоже согласен, психология очень важна. У меня тоже примерно похожие взгляды. То есть, конечно же, мне хочется жить долго, но есть еще другой показатель – это качество жизни. Одно дело просто жить. И есть много примеров, когда люди находятся в каких-то там, не знаю, привязанных к каким-то аппаратам, в инвалидных колясках. Ну, вот, посмотришь, там, стариков там в Японии. Это не живые люди, они просто поддержаны какими-то техническими средствами для продолжения жизни. Но ключевой фактор – это как раз качество жизни. Насколько ярко, полноценно мы живем, насколько мы полезны обществу, насколько мы просто чувствуем вот этот вот, ну, все взаимодействие всего. То есть, насколько чувствуем мы себя живыми. Ну да, главное не долго жить, а позитивно жить, чтобы можно было в движухе. Как есть знаменитый писатель, не помню его фамилию, но кому интересно, комментарий напишите, я скину на него ссылку. Он писал книги о голодании, о фруктурианстве, и в итоге он умер в 89, что ли, лет от того, что огурца поймал, на серфинге катался, деток просто красавчик вообще. Наверное, это Поль Брэк. Да, 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 да. Насколько он, 89 или 86? Что-то около этого возраста, да. На серфинге льдок просто от своей бабки. Так, бабка, я пошел на серфинге кататься. Да. Расскажи свой распорядок дня, как ты кушаешь и какие ты физически, возможно, упражнения делаешь, прям с утра до вечера, как проходит твой день? Всегда по-разному. Мне нравится разнообразие, это зависит от тех мест, где я нахожусь. Я много путешествую и бывает так, что везде может быть в дороге, поэтому каждый день не получается. Но если брать идеальный день, то есть вот представить, что вот я создал все условия, какие хочу, то выглядело бы это так. Вообще, начать лучше это с вечера. То есть, во-первых, лечь желательно пораньше. По циклам. А раньше-то во сколько? Мне нравится ложиться. Ну, у меня просто так тело само получается. То есть, у меня где-то часов в 10-11 просто начинается такой выключатель, и меня прям клонит в сон. И если этот момент пропустить, то потом уже мозг бодрится, и уже спать особо так не хочется. И можно так до час ночи, до двух просидеть. Но я просто замечал, статистику собирал, что если я ложился по вот этому зову собственного тела, то я очень хорошо высыпался, и просыпался очень рано, уже там часа в 4-5, полный сил в выспавшемся, и хотелось что-то делать, прям активничать. Ну, а если затягивать сон и ложиться в час, то можно проспать. И действительно, во очень многих книжках написано, что у нас есть какие-то циклы, я не знаю, циклы планеты, не знаю, как это работает, но это работает. И если мы спим примерно с 11 вечера до 3 ночи, то это самое полезное время. Трёх прямо? То есть, 3 часа надо вставать ночью? Нет, не обязательно. Я имею в виду, что в этот промежуток желательно спать. В это время, я не знаю, то ли мы наполняемся энергией, то ли у нас какие-то, не знаю, восстановительные функции идут. То есть, наше тело просто расслабляется, отдыхает. Но если спать именно в это время, то тело максимально утром наполненное и бодрое, и отдохнувшее. Если этот момент пропускать, то есть, ложиться слишком поздно, то эффекта такого нет. И, соответственно, после нашего пробуждения… На сколько пробуждения? В твоём идеальном дне? Обычно это за час до восхода солнца. Ну, здесь примерно это в 5 утра. Просыпаешься, и здесь самый главный момент – это не захотеть спать ещё. То есть, тело, оно, в принципе, уже как бы отдохнуло и готово к каким-то действиям. А мы из-за нашей, не знаю, лени, желания валяться… Рано. Расслабляться, да. Вот. Мы даём себе установку. Так, спим ещё. И мы тратим время и ещё больше устаём от этого. И, соответственно, мы встаём уже в 9, а уже нет такого заряда энергии. А вот если встать в 5, проснуться, сделать какие-то процедуры гигиенические, там, умыться, почистить зубы, потянуться… А, вот самое главное. После пробуждения надо тянуться, надо прямо вот вытягиваться, вытягивать позвоночник, все свои мышцы, прям так сладко-сладко тянуться. Это самое главное, потому что всё у нас… все суставчики, все позвонки, они все после сна потратили какие-то ресурсы. И нужно их восстановить. И когда мы тянемся, у нас идёт приток крови к этому и идёт насыщение какими-то веществами. Соответственно, то есть мы как-то заряжаемся этим. То есть вот потягушечки для меня это основа… Да, я тоже знаю, потягушечки. Ничего нет лучше утром, чем потягушечки хорошие. Вот потом можно сделать какую-нибудь лёгкую зарядочку или, например, позаниматься йогой. Можно сделать какие-нибудь дыхательные гимнастики. То есть просто какая-то физическая активность, которая приятная, которая интересная. И это как раз она стимулирует всё тело активизироваться, и тогда уже весь день будет он заряжен твоей внутренней энергией. И дальше уже делаешь, что хочешь. А по питанию как такое? По питанию, да. А с утра я ничего не ем, пока не закончится. И чувство, ну даже не голода, аппетит, оно приходит только, наверное, к середине дня. Может быть, часа к десяти, к одиннадцати или даже позже. К середине дня для кого-то это ещё начало дня. Где-то в середине дня, часа к десяти к одиннадцати. И, соответственно, когда появляется чувство голода. Вообще я рекомендую всем кушать только когда есть голод. Это значит, что наш организм готов принять все питательные вещества и максимально эффективно их усвоить. Очень часто мы едим по привычке или то, что просто еда есть на столе или за компанией. Отдохнуть, просто отдохнуть, отработать и всё. Своить до обед – это просто сделать небольшую медитацию. Да. Просто для отдыха. Но если брать физиологию, то это неэффективно. Мы просто переверживаем своё тело, все системы. То есть кушать надо только тогда, когда есть чувство голода. И, соответственно, когда у меня появляется чувство, ну, скорее аппетита. Потому что действительно голод, он приходит только, наверное, на второй день, если ничего не кушаешь. То есть нужно примерно двое суток, чтобы закончиться гликоген в мышцах и печени. И тогда организм понимает, что нужно где-то брать ресурсы. И вот только появляется настоящий голод. А до этого просто аппетит и желание. У меня был опыт голодания один. Мне пришлось спать в 8 вечера, речь, потому что я безумно хотел есть. Просто чтобы не есть, я к спать. И, соответственно, первый приём пищи для меня – это фрукты. Фрукты, они насыщают водой, потому что, ну, я предпочитаю сочные фрукты, которые не слишком сильно сладкие. Они насыщают водой, какими-то минералами, витаминами. И это просто вкусно, приятно. Мне нравится этот вкус с утра, я наслаждаюсь. То есть, утро – это всегда какие-то сочные, свежие фрукты. Второй приём пищи, он обычно у меня и последний, потому что этого достаточно. Это либо тоже какие-то фрукты. Иногда можно добавить каких-то овощей, но не смешивая. То есть, фрукты и овощи я расстеляю. То есть, это либо какой-то салат, либо ещё одна порция фруктов. Это примерно где-то в 4 часа дня. И потом уже, когда начинает темнеть, кушать просто не хочется, и не нужно, нет потребностей. День уже заканчивается, можно прекрасно подготовиться. Расскажи, пожалуйста, ещё, я слышал, что нельзя смешивать овощи красный и зелёный, например. Лучше, если делать салат какой-то, то из одного цвета, чтобы они были либо красный, либо зелёный, либо оранжевый, например. Да, есть такая теория, и с какой-то точки зрения она работает. Но если ещё более углубляться, то вообще лучше не смешивать продукты друг с другом. Конечно, можно, допустим, сочетать однотипные. Например, яблоко и груша, они всё-таки похожи. В идеале, конечно, ничего не смешивать, потому что у каждого плода есть свои собственные ферменты, которые помогают его переваривать. То есть, если мы кушаем в так называемом монорежиме, то, когда мы что-то в себя погружаем, то эта же пища, именно живой плод, в котором есть собственные ферменты, она начинает себя сам и переваривать. Это так называемая реакция аутолиза. То есть, когда плод сам себя нейтрализует, расщепляет на более простые элементы, тогда он максимально легко усваивается. Когда мы закидываем в себя два продукта, то они уже начинают мешать другую ферменты. Но это на физическом плане. А есть ещё и, не знаю, информационный план. То есть, когда мы усваиваем не только сами микроэлементы и какие-то витамины, но ещё мы с вами информацию. То есть, каждый плод несёт какую-то определённую энергетику. Вот ты вчера упомянул, что кушаешь драгонфруты для сердца. Лечение сердца. Я сердце лечу здесь исключительно драгонфруктами, потому что они очень похожи на сердце. Да, потому что они красивые, они похожи, да, и мы настраиваем это. Соответственно, когда мы что-то кушаем, мы получаем эту информацию не только плода, но ещё и те мысли, которые мы на этот плод тоже сами наносим. То есть, если мы считаем что-то вредным, то это действительно будет вредно для нашего тела. А если мы считаем это действительно полезным, то это будет приносить на пользу. В этом как раз и заключается феномен того, что кому-то сигареты вредят, кому-то нет. или, например, кто-то может есть абсолютно всё что угодно, как, не знаю, там, просто кусок хлеба в день и чувствовать себя полноценным. Притом будут и хорошие волосы, хорошая внешность, хорошая кожа, но питание отвратительное. Почему? А потому что это психология. И то, как мы себя настраиваем, так оно и работает. И здесь как раз вот эффект плацебо, он очень важен. И действительно, если мы считаем что-то полезным, то это будет максимально полезным. И, притом, неважно, это сырое или приготовленное. Здесь уже больше наших салатов. Это уже следующий уровень, когда это уже прошло через сыроедчество, уже через голодовки прошло. Следующий уровень уже не важно, что есть, потому что всё разложено, как нужно в организме, если берёт. По сути, да. А скажи, пожалуйста, ещё по поводу овощей. Какие же овощи всё-таки можно смешивать и есть в месте? Ну, популярный топ-3 салата, например. Вообще салатов можно придумать огромное многообразие, потому что, во-первых, в разных местах растёт очень много всего разного интересного. И это просто комбинация. Есть основные правила. Правило номер один – это чем меньше компонентов, тем это легче усвоится. То есть, ты правильно говоришь про цвет. В основном все овощи – они зелёные. И то, что у нас, допустим, там оранжевое или красное – это уже не совсем овощи. То есть, например, помидор для меня – это фрукт. Он не сладкий, но это всё равно фрукт. Там уже другие вещества. А редиска? Редиска. Редиска – это корнеплод. Насчёт корнеплодов – это тоже отдельная тема. Сейчас я корнеплоды не употребляю, потому что не хочется. И в этом тоже есть смысл, потому что в корнеплодах есть некоторые вещества, которые вымывают микроэлементы, и поэтому корнеплоды считаются пищей, ну, не знаю, там, для кабанов или для кого-то. Для человека пища – это плоды, которые растут на деревьях. Но это опять лишь теория, и на определённых этапах, когда мы кушаем там мясо и прочее, то, наоборот, корнеплоды помогают нам, потому что в них, помимо вредных веществ, есть ещё много полезных. Там есть много микроэлементов, там свёкла – это потрясающий продукт, потому что он хорошо чистит. Просто вопрос в том, когда уже нечего чистить, и, в принципе, уже не нужно какое-то питание, то пища становится такой, которая просто вкусная, просто которая хочется только для наших эмоций. То есть, если нам нужно что-то полезное, то можно кушать корнеплоды. А если просто для настроения, то зачем? Редиска, она, ну, горьковатая. Хотя в салатах это может быть. Главное есть то, что нравится есть. То, что не нравится есть, даже не стоит себя доставлять это есть. Вот я дуриан всё хотел попробовать, но не смог. Вот Илюха его съел, а вот мне открыли, запах понюхал его и понял, что не нужен он мне. Здесь люди все делятся ровно на две категории. Либо те, кто обожают дуриан и становятся, не знаю, просто яркими, ярыми фанатами. Есть те люди, которым просто он не заходит. Лично у меня с дурианами, ну, честно признаюсь, я дуриановый наркоман. То есть, я не могу устоять, и если где-то сезон дурианов, то я стараюсь в это время там находиться. Это либо на Филиппинах, либо в Индонезии, в разных местах. А если, например, ты идёшь по пляжу, и стоит лоток с дурианами, прям сочными, идеальными, красивыми, а рядышком девушка голая режет и говорит, подойди ко мне, ты что выберешь? Хороший вопрос. Но ответ я уже сказал, и я выберу дуриан. Да. У меня действительно был период, когда я просто от них зависел, и каждое утро, когда я просыпался, я думал, дуриана, дуриана, куда я побегу покупать, хочу, хочу. Я думаю, что это было связано с дефицитом микроэлементов в моём теле, потому что дуриан считается одним из самых полезных продуктов. Это король фруктов не только по вкусу, но и по содержанию каких-то полезных веществ. А я думал, авокадо. Авокадо тоже полезное вещество. Авокадо и кокосы, я думал, такие самые топовые. Да, они хороши в плане жирных кислот, но именно по микроэлементам дуриан считается одним из самых насыщенных. То есть в нём есть практически все микроэлементы, и он очень полезен. Есть, например, наши подписчики всю жизнь питались неправильно, ели мясо, ели чипсы, пили алкоголь, и вот они решили начать новый путь и почистить свой организм, и узнать возможность своего тела. С чего стоит начать, и какие у них есть риски? Во-первых, хочу сказать, что это очень просто. То есть достаточно слегка поменять своё питание. Я не говорю, что надо садиться на сыроедение или прочее. Просто надо сделать баланс в нашем теле. Прежде всего это кислотно-щелочное равновесие. То есть нужно добавить полезных продуктов и чуть-чуть убрать вредных. Но при том это не значит, что нужно от чего-то категорически отказываться. Можно кушать всё, просто нужно держать баланс. И это достаточно быстро. То есть даже уже за неделю можно получить первый результат. Например, если ввести на завтра какие-то сочные фрукты, сделать лёгенькую чисточку, например, шанг-пракшалану, чтобы прочистить кишечник и все наши ворсинки, тогда будет гораздо лучше всасывание. И кушать салат из грубой клетчатки, чтобы они вычищали наш кишечник и насыщали нас микроэлементами. И в таком режиме, если пожить какое-то время, даже достаточно пожить неделю, уже будет огромный прилив энергии. И я видел это на очень многих людях, которые просто начинали менять свою жизнь. И они получали настолько высокий результат за такое короткое время, что они просто хотели дальше, дальше, дальше развиваться, и меняться, и менять питание. И как следствие уже меняется и образ жизни, и всё остальное. И меняется и психология. И появляется такая безумная энергия, которая даёт невероятные возможности. Это возможность и путешествовать, и делать всё, что хочется. И как следствие приходят какие-то новые люди, какие-то знакомства. Открывается просто новая жизнь. И люди настолько увлекаются этим, что уже не хотят возвращаться к предыдущей жизни, и действительно меняются. Больше путешествуют, следят за своим телом. Они становятся более красивыми, молодыми. То есть они реально молодеют. И когда уже будет следующий этап, когда они захотят уже перейти на более высокий уровень, тогда уже имеет смысл добавлять более серьёзные чистки, такие как противопаразитарные курсы, очистки печени, длительные лечебные голодания. И тогда люди уже меняются. То есть их уже потом не узнать. Меняется внешность, меняется образ мыслей. И они получают невероятный результат. И живут, наслаждаются. Ну, теперь самый главный вопрос. Вот я уже полгода не ем мясо. Питаюсь я примерно 80 на 20. То есть 8% это живой пищи кушаю, 20% могу позволить себе раз в неделю либо чипсы поесть, либо яйцо жареное, либо рыбу, либо кто-то няк сорвался и дешерак купил себе. Прям, ну, я получал от него радость на самом деле. Очень вкусно. И я помню, когда я полностью сыроедел этим летом, у меня прям энергия распирала, я сиял. Я в зале делал не 3 подхода, а 5 подходов на турнике. То есть наоборот у меня мышцы сильно рассветывают. То есть все это прям перло изнутри. Ну, я чистился. Возможно, чистился я неправильно, но я подготовился даже к этому ко всему. И у меня задача стоит перейти на следующий уровень. То есть я считаю, что я стабильно на первом уровне стою, как перехода в новую жизнь. Я, кстати, правильно отметил, потому что именно когда я перешел на живое питание, в моей голове и произошел этот щелчок, когда я захотел как-то вырваться из города, больше путешествовать, больше общаться, и тогда больше, больше, больше. Ну, не знаю, летать захотелось куда-то идти. Что ты мне посоветуешь, чтобы перейти на второй уровень, и сколько для этого нужно дней? И мы нашим подписчикам прям покажем всю эту историю, как все это будет происходить. А кому интересно, также в комментариях пишите, либо мне на личную страницу, и я дам контакт нашего Иисуса, и Он нам тоже наставит вас на путь истинный. Вообще, я хочу сказать, что ты делаешь очень правильно. Если мы себя в чем-то ограничиваем и запрещаем себе это категорически, то, ну, это было на моем ходе, то будет срыв, и мы все равно себе рано или поздно это позволим, и это будет очень в больших количествах. Вообще, мы себе можем еще больше навредить. А то, что ты позволяешь себе какие-то слабости, которые доставляют тебе приятные эмоции, удовольствие, это замечательно. То есть лично себе я сейчас разрешаю все. Но сейчас мне уже просто этого не хочется. И смысл в том, что когда мы чистим свое тело, у нас отваливаются эти привязки. То есть мы меняем микрофлору, и микрофлора уже не управляет нами. И нам уже просто не нужно тех вещей, от которых мы раньше наслаждались. То есть уже меняется вкус других продуктов. Открывается вкус свежих фруктов. И... Перьте, я буквально на секунду. Кстати, вот классное замечание, что меняются вкусы. Я когда на сыром питании сидел, вот я брал два яблока, абсолютно одинаковых яблока, и кусал их абсолютно разные вкусы. Вроде одно и то же яблоко, оно прям сильно ощущается. То есть так были рецепторы все прочлись, так вкусовые качества повысились, что просто разница была в двух яблоках одинаково цвета. Виста Берби, продолжай. Ну, ты, в общем-то, завершил этот вопрос. И следующий этап – это когда мы начинаем чистить свое тело, у нас уже меняется весь внутренний мир. В каком плане? У нас есть микрофлора, которая живет в нас, и это огромное количество микроорганизмов. Это примерно 2, 3 или даже 4 килограмма маленьких существ, которые помогают переваривать нам пищу, и которые выделяют витамины, более сложные вещества рассчитывают на более простые, которые наше тело потом усвоит. И в разных книжках написано, что в среднем это примерно даже 75%. То есть мы кушаем, сами получаем через всасывание каких-то веществ 25% витаминов, а с помощью микрофлоры оставшиеся 75%. И поэтому, когда мы меняем питание, когда мы чистим свое тело, то меняется и наша микрофлора. И она с патогенной, которая питается там мертвой, вареной пищей, такая микрофлора выделяет много токсинов, и она нас отравляет. И когда мы меняем микрофлору на симбиотную, пробиотическую, она выделяет гораздо больше полезных веществ. Соответственно, у нас отпадают просто психологические привязки, потому что микрофлора другая и симбиотическая, кушает в основном растительную клетчатку, не выделяя каких-то токсинов. А старая, которую мы кормим всякими там булочками, вкусностями, она постепенно уходит, и она уже не может нами управлять. То есть у нас внутри есть еще одно сознание, ну, не знаю, какое-то прям... Мы состоим из нескольких. Да. Соврем единое целое. Я про то, что не только мы сами собой управляем, то есть мы – это симбиотная система, и наши микроорганизмы, которые живут в нас и помогают нам, они тоже влияют на наше сознание. И, соответственно, когда мы начинаем чиститься и менять питание, у нас отпадают просто все привязки. И то, что доставляло нам раньше радость, не знаю, там, шашлык или прочее, просто уже становится не такими яркими, не таким вкусными. А вкус фруктов и жирных плодов становится настолько насыщающим, настолько ярким и интересным, что, кроме этого, просто ничего не хочется. И это как раз комплекс всех факторов. То есть это легко усваивается, это дает все витамины и микроэлементы, это дает строительный материал для наших клеток и тканей. То есть это просто полноценное питание. И просто ничего потом вредного даже не хочется. И все вот эти запахи, они просто проходят мимо, но они как парфюм. То есть они приятные, но не возникает с ним наделение. То есть скушать это не хочется. Скажи, с чего же мне начать? И сколько мне нужно дней, чтобы перейти на второй уровень? Чистых очень много разных. Начать можно с простых. Это чистка кишечника с помощью... Ну, холизма здесь, конечно, не очень удобно делать. А вот шанг-парк шалана, я считаю, очень эффективным способом. Можно сделать всего лишь один раз. Это даст огромное облегчение всем внутренним органам, потому что вымоется много всего лишнего из кишечника. Какая-то слизь, пленка, которая препятствует всасыванию многих полезных веществ. Это разберет все органы пищеварения. То есть это просто будет отдых. То есть даже один день будет очень эффективен. И это уже выведет тебя на более высокий этап. Но если заниматься более серьезно, то можно делать так три дня. Или делать циклами. То есть уже до семи дней доводить. А сколько дней дней нужно для старта? Семь? Для старта достаточно всего один день чиститься. Но семь дней – это если, допустим, еще и менять пищу. То есть мы немножечко чистимся, вымываем старую микрофлору, а потом кормим новую правильным питанием. И, скорее всего, будет некая ломка, потому что будут выходить вредные вещества, они будут попадать в кровь, и наше тело будет думать, что ему хочется этого. Но если перетерпеть эту ломку, то потом эти зависимости просто отпадают и просто неинтересны. Я готов начать прямо с завтрашнего дня. Не без сегодняшнего дня. С какого начать дня? Можно сегодняшнего или завтрашнего? Лучше с завтрашнего. Сегодня можно сделать подготовку. Или, например, сегодня позволить себе все что угодно. Разгрузочный день. Да, загрузочный день. Закрыть все психологические привязки, а с завтрашнего дня начинать подготовку и потом уже чисто. Круто, здорово. Ребята, следите дальше за развязкой этих событий в наших сериях и на моем аккаунте в инстаграме. Сегодня я буду объедаться, возможно, даже поем рыбу либо яйцо. А с завтрашнего дня начинается мой недельный детокс. Нужно что-то либо взвесь, либо помериться, либо здесь глаза все покажут за 10 дней. Здесь цель не похудеть, наверное, а больше чувствовать. Да, это все не нужно. Здесь главный фактор – это будет хорошее настроение, жизненный тонус, количество жизненной энергии и целеустремленность. То есть, когда мы чистим наше тело, у нас высвобождается огромное количество ресурсов, которые мы тратили на переваривание и выведение. И вот эта вся энергия, она высвобождается и надо будет ее куда-то тратить. То есть, мы автоматически меньше спим, автоматически больше делаем, потому что мы просто не устаем и нам хочется чего-то, 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 чего-то. Если это какие-то будут физические нагрузки, не знаю, например, подъем на тот же Агунг, например, на самую высокую точку Бали, то будет гораздо легче организм восстанавливаться. То есть, это просто улучшение всех-всех показателей. И самое главное – это просто твои внутренние ощущения. То есть, стало ли больше сил, позитива, энергии, яркости, стремлений или все было по-прежнему. Посмотри, какой будет результат. Супер, готов, завтра начать. То есть, это, получается, будет завтра чистка, а потом это уже продуманное питание, которое напишет на каждый день, что нужно будет кушать и в какое ориентировочное время, во сколько спать ложиться, во сколько вставать. Я буду все следовать. Спасибо за недельную программу. Я думаю, наши подписчики тоже задумаются о своем возрасте, о своем жизни, сколько они прожить, как они хотят прожить. И, как минимум, хотя перейдут на первую ступень, откажется. Ну, не то, что откажется. Больше будет живой, да и есть, и меньше будет мертвый, да и есть такое, как мясо, например. Лично по себе скажу, что у меня самый главный толчок был к полезному питанию, когда я в прошлом году путешествовал по Перу и заметил, что все люди окружающие меня выглядят моими ровесниками, даже внешне помладше меня. Я на то время не был 31 год. Им на вид был по фигуре лет 25, по внешности, ну не знаю, на 30 лет. Я с ними начал общаться и всем за 40. 41, 42, 43. Я говорю, как вы так хорошо выглядите. Вы прямо очень классно выглядите за свой год. Вы найдете старше меня, а выглядите младше меня. Они сказали, мы радуемся и правильно питаемся. Только одно питание и все. Это у нас не стоит все процессы. И вот у меня есть фотографии, даже в инстаграме картинка есть, где я до Перу и после Перу. Те 7-10 дней, что я провел на ретрите, у меня приехал с таким лицом, вот таким немножко помятым, недовольным. Хотя я ехал на самом деле счастлив, что я еду в Перу, шаманы мои, вас купить. А когда я вернулся, у меня было все подвышеншее. Я там полностью ел на живом питании, потому что мне мне тренер другого не давал. И у меня прям энергия, я приехал, я готов был город свернуть в Санкт-Петербурге от него. Все это логично. Это просто физиология. Будем пробовать, не переключайтесь и подписывайтесь на наш канал.